Прекрасное, но заброшенное здание бывшего речного училища начинают приводить в порядок. Сейчас там проводится ремонт крыши, но и прилегающая территория тоже нуждается в благоустройстве. За годы запустения вокруг исторического здания появились заросли, которые превратили территорию училища, по сути, в опасное место. Территория была очень сильно заброшена, ведь многие годы не то, что она не убиралась, она никаким образом не благоустраивалась. К сожалению, мы все прекрасно помним недавние события, связанные с этим зданием, связанные с хищениями, которые происходили в этом здании, с, в принципе, в целом запустением всей территории, которая прилегает к этому зданию. На сегодняшний день ситуация в корне изменилась, и очень приятно, что это уже не так. И, как вы видите, сегодня мы провели большую работу по благоустройству. Реконструкция не закончилась, но уже внешне приятно посмотреть на эту территорию. Училище в этом здании было открыто в начале 20 века. Несколько десятков лет здесь вёлся учебный процесс. В последние годы здание пустовало, но не так давно было принято решение о том, что здесь снова будут обучаться студенты, теперь медики. И будущие хозяева училища тоже присоединились к субботнику. Поскольку наше здание перегружено, и у нас нет уже места учиться в нашем колледже, мы переезжаем в речное. И поэтому мы уже стоим здесь и облагораживаем территорию. То, что нам же здесь учиться, и нам это нужно. В субботнике на территории исторического здания, получившего новую жизнь, приняли участие не только городские жители. На помощь им пришли сельчане. Хотим привлечь внимание к восстановлению и ремонту работы этого здания, потому что считаем, что оно крайне необходимо. По предварительной информации есть договоренность, что здесь будет находиться Балаковский медицинский колледж, соответственно, это медицинские кадры. Эти медицинские кадры нужны как городу, так и району, на селе. Вокруг здания училища скосили траву, провели опиловку деревьев, убрали мусор, вывезли сухостой. К участникам субботника присоединялись и жители этого района. Увидев, что здесь проводится благоустройство, они подходили и спрашивали, чем могут помочь. И рабочие руки не были лишними. Работы хватало на всех желающих принести пользу городу. Надеемся, что этот пример будет заразительным, и подобные субботники пройдут и в других исторических частях Балакова.